доброе доброе утро смотрите как у нас расселись всех по местам так и сидит доедает ноги со стены из белой убрала катя кошки тут сидят а есть пришли посмотреть пришли на всех молодец можно цветочек папа мне вчера подарил на город тебе папоротник любви у меня на завтрак любимая грибная пицца какая-то своей парус будь и доедает уже павел девчонки кушают у лёва круассанчик а мы снова едем в школу с лизой в младшую школу надеюсь мои права виде формата а4 на листочке прокатят как нам сказали что да прокатят что все нормально базу можно конечно не прокатят ну ладно посмотрим сейчас едем в школу но сейчас у нас быстро поездочка сегодня мы не будем много кататься лиза и так вчера вернулась уже на ночь глядя ты выспалась машина ой маши сегодня ночью чё она пошла разговаривать я не очень поняла у нее был ночной разговор а маша разговаривает довольно эмоционально и короче она пошла на улицу сегодня разговаривать постирала сейчас собаки место второй раз стираю кстати а маши это какой-то кошмар пусть что вообще это было она и я уже рассказывал вчера на нас сама на свое место вот на это вот новое подарочное место что это блин было я вчера постирала она не простиралась потому что она очень большое и и толстая и она же знаете как в туалет ходит что мне маленькая собачка она там целое ведро в общем я сегодня опять его закинула опять стираю в общем сейчас не знаю постиралась или нет общем воду в сушку закинула большое и его впихивать туда еще приходится в общем она не простиралась я и ароматизатору туда и и вот все просто уже и на хай и на горячую воду все просто уже туда чтобы она простиралась блин я такая злая на нее в такие моменты вообще не могу не убить хочется наша вчера фотку шлет что место не входит не впихивается стирал мама чё делать игры убей ее просто сходи закопай во дворе никто не узнает я в такие моменты и сама убить готова просто звездец просто какой-то вообще я же не рассказана в первый день нам так засрала все вообще когда приехала на утро у нас просто вот все папы не было он не видел но это уникальное свойство нашего папы он не видит самую срань когда он появляется ровно тогда когда уже все убрано когда уже полная чистота когда уже никто не орет никто не истерит появляется папа когда все уже как бы все нет скажи здесь не жмись пожалуйста в общем ребята капец какой-то не знаю сейчас она постиралась надеюсь она простирается потом него надо просушить сушилки все это обратно туда засунуть зашить там хорошо съемные чехлы там все удобно в общем блин я и просто убить было готово ладно сейчас не об этом едем в школу поворот помнишь все едем в школу сегодня лёва уже в школе малышню сегодня надеюсь в школе в школе уже будут числиться и все и по малышей по моему не было на вот этого типа вот этого ничего нет а за день за день по моему ознакомление да она сказала за день прийти познакомиться с учреждениями на нафиг мы пойдем сразу 10 а у лёвы по лёва пойдет точно просто малышей там за руку водят там в начальной школе просто вот с ними как и вообще там под не потеряться невозможно не найти свой класс там не учить или не найти это нереально там просто вот за рукой они маленькие лицо стикер да у них же еще клеят везде они во всех этих айдишках у них везде все обклеено там нереально вообще потеряться потерять вот и хоть и на каком языке ты говоришь хоть ты вообще ни на каком языке не говоришь потеряться ты не можешь почему они обклеены с ног до головы вот а с лёвой пойдем потому что он десятом классе а с десятиклассниками уже конечно так его шкаются в основном в старшей школе будут носиться с девятиклассниками потому что они только пришли они как слепые котята с десятиклассниками никто не возится с одиннадцатиклассниками тоже никто не боится и с двенадцатым классом до пушка потому что они заканчивают школу и с ними там носится потому что они переходят уже из школы вот поэтому с лёвой пойдем и 8 числа на ознакомление ему уже сказал да пойдем а кто за мной пойдет и вруну мы пойдем конечно заколебался у него каждый год новая школа он конечно у нас чемпион по новым школам он уже даже молчит на эту тему но периодически так поскуливает мама мне горд опять новые школы опять новые люди опять новые учителя но новые учителя так и так вот новые но класс принципе тоже каждый год но мы уже говорили у него так и так была бы новая школа даже если бы мы остались там жить еще у него так и так была бы новая школа у нас zip код относится теперь к другой школе так получилось я уж не знаю почему вот она поехали снова здесь снова в школе о чем с тобой идем по господи по газону и не понимаю дорожки что ли мало вот дорожка вон дорожка точно я же иди даже не могу показать покажи свое сейчас нам скажет надо я не знаю визитки визитку и забыла блин скажет надо 2 и дима 2 иди показывали на каждого человека то есть ты просто так не можешь зайти у меня есть формата 4 внутри так красиво фотографии регистрируем детей смотрите что написано оставь свой след марк это след оказывается я не знала что марк это след в этой школе как симба у них симба здесь по ильничек а ты сразу пришел можешь попить но это не главный вход для детей но все-таки можно подойти попить видите роста ребенка никого не пускают я все-таки тыкала своим этим листочком в общем только тогда запустили в фотографии классно надо смотрите сколько они обуви принесли я не знаю кто это дяденька там много-много пакетов с обуви и зачем я не знаю а зачем интересно правда мальчик с папой видимо там много пакетов они принесли новой айфон визу видела рекламного айфона я видела уже и 5 назад я уже посмотрела он внешне такой же уж не знаю что там я не знаю обувь новая абсолютно там какие-то бумажки наклеены не знаю что это такое может типа благотворительность какая-то много-много и абсолютно новая такая обувь нетоптанная ты хочешь новый айфон он тут листается это что-то хочу а мне показалось он вообще ничем не отличается пятнадцатый про макс хочу мы с этими сколько проходили два года до два года сейчас будет на новый год да вот с этими на новый год помните мы видео было когда мы вот эти вот айфоны мы поменяли своего этого как называется провайдера и у нас телефоны айфоны ну типа бесплатно детям тоже надо телефон и я вот не знаю что-то с какого класса начинать детям телефон давать мне кажется где-нибудь попозже где-нибудь четвертый пятый вот так вот класс мне кажется раньше смысла нет никакого хотя катя сейчас просит телефон но она просит так знаете поснимать то есть она нас смотрит и и так поснимать там фотки какие-то пофотать так сам телефон она не думает о том что можно позвонить пока еще точно рано не знаю может через год через два уже наверно будут телефоны это у нас сейчас 5 линий сколько мы платим за 5 очень сколько я помню когда мы только приехали у меня было на 5 линий 45 по долларов на 5 человек ой на 5 не на 5 на значит 4 линии четверо детей в школе и я 4 линии и что тут было долларов 170 или 175 причем это самый такой достаточно простой тариф не самый лучший интернет вот в тимобиле здесь несколько крупных компаний вот тимобил сейчас мы как сейчас наша компания называется провидер наш как называется в резин да вот несколько лет мы были на тимобиле и по моему что-то 175 по моему долларов было за всех и это было еще с большой скидкой потому что это было оптом так скажем то есть пять четыре линии до 4 трое детей до 4 линии и это нам еще скидку большую сделали хорошую а так было бы под 200 если бы отдельно там небольшая скидка но все равно приятно и здесь вообще очень популярна и как бы нормально когда ты каждый год меняешь своего оператора каждый год мы в россии не меняли ни разу оператор вообще ни разу а здесь как раз зазывают именно на это что ты меняешь своего оператора и тебе дополнительные скидки телефон все ребят мы вышли дети зарегистрированы все хорошо и оказывается у нас есть форма ну не совсем как бы понимание форма вот прям форма с какими-то логотипами просто нужно так как раньше мы ходили здесь не ходят здесь в общем нужно как лиза говорит вводят вообще во всех паблик скулов мы не знаю во всем но вводят до в плане именно формы да потому что кто во что горастут этого уже не будет в общем никаких рисунков цвета пола однотонная пола любого цвета до что лаврику штукати да наверно любого цвета низ хаки черный синий темные в общем темные цвета не знали шорты или велосипедки волосины вот эти вот короткие длинные как хотите вот из обуви открытую обувь но это мы раньше говорили так везде здесь для комфорта детей чтобы они были не травмированы если они бегают если они прыгают чтобы обувь была закрытая и лучше всего это кроссовки ну и все все автобус который будет увозите привозить что полок без всяких рисунков да а я еще в таргане левого цвета любого цвета до вверх-вниз потемнее хаки черные или синие что-то такое а пола без без рисунков я еще ходила когда по таргету я смотрела смотрю пола висят думаю и и по волмарту тоже пола висят обыкновенные безликие без всяких логотипа без всего вообще ну хорошо нам не надо приходим надо еще за смотрю они маленькие висят то есть на маленьких детей в элементаре и я так мимо прохожу а нам не надо у нас разноцветные футболки но помните как мы ходили очень кто во что гораздо и пайетки блестят у катя надо чтобы все блестело и все было все розовое розовое прям все вот такая шарфи в общем сейчас мы едем в таргет едем с лизой обсуждаем вот катя растет сейчас так сегодня такая платье напялила на себя вот это вот розовая пол которая у нее красивая я барби тренд повторяет она к скафай барби а я так же все время и ты спим а я знаю я знаю сейчас они сериал варе только снимать да я на сегодня это платье вышла кодки и разодрался платье он так и обрадовался я про нашу просто он так обрадовался так бега за этим платьем за ней же трал трал и платье она убегала в общем все было весело и катя весело и как улесила и сейчас лиза еле мы обсуждаем сушку рта если она такая вот останется такая как шарпи и будет такая american гел такая вот куклы есть american гел не шарпере кататься на мисикл да я говорю про куклы которые у нее american гелбочка там были в том магазине в нью-йорке помните вы вообще нет эту поездку в нью-йорке american гелл магазин да куклы которые да и вот если варай пущий капитал больше 100 долларов да мы катя такую дарили на новый год по моему у нее синие это же american гелб она выбрала почему-то синие вот не розовая кстати странно и элиса говорит а вдруг она такой останется я говорю слушай ну маша же не осталась маша там вся была в этих платьях бусах во все пони единороги абсолютно другой человек а сейчас про лизу тоже говорю слушай говорю а вот интересно ты никогда такой не было никогда тебе не надо было платьишки там какие ты вообще укуп так пацан . пацан . было ее кстати когда была совсем реально型 реально прям мальчик-мальчик всегда ю Cinc think учиганное еще такая была довольна такая немаленькая и и бегала все время с пацанами причем долго то с пацанами дружила уже когда в школу ты пошла переключилась на девочек а так всему с пацанами дружина помнишь у тебя лучшие друзья не еще воспитатель школе сказала, вы знаете, я никогда не видела такой девочки, вокруг которой так вьются мальчишки, и вот они вот так вот вместе, они настолько... Но они не верили, типа, не того, что они влюблены, а вот так, дружили. Именно дружили, да, именно дружили. Она говорит, я первый раз вижу такую девочку, и это был первый день в детском саду, первый, мы тогда переехали только в Куркино, мы пошли в детский сад, и тогда мне Наталья, вот это вот воспитательница, сказала, говорит, девочка интересная, говорит, ты сидишь с мальчиком, я там, говорит, с Мишкой, ты помнишь, Мишка, Лиза, с такие взрослые вообще стали, капец. Вот, да, и она никогда, она вот прям такая пацаненок-пацаненок такой была, Маша вся такая воздушная, все, феи, единороги, принцессы, да, сейчас вот, и вот Лиза говорит, а что она сказала, что-то я хочу розовое, что, у меня она говорит, розовые ящики ей надо, розовые стены, розовые ящики. Я хочу розовое лайф, она сказала. Розовое лайф, да, Лиза ей говорит, что она не говорит, Катя, да ты через год уже не захочешь все розовое, тебе там стены перекрашивай, там, ящики ты хочешь розовые, там, потом тебе ящики менять через год, там, комод она хочет розовое, все розовое, чтобы было, а потом сидим с Лизой и говорим, а вдруг она правда такой останется, Шарпей, прям будет такой. Шарпей, это девочка из фильма, классный мюзикл, и как ее звать-то, господи, девочку саму, актрису, косметика еще, эшлетизды, да, если правда она такой будет, ладно, заболтались, поехали. Нам, кстати, стол привезли, ой, еще не привезли, когда мы были в школе, сказали, через полчаса пришла смс, и через полчаса привезут стол, короче, стол у нас сегодня, наконец-то у нас будет стол, ребята, наконец-то у нас дети просто вешаются, они сидят на этих высоких стульях, им очень неудобно, они маленькие, нам-то не всегда удобно, а им тем более, они залезают, слезают с них вообще, и в общем, сегодня у нас будет стол, но нет стульев. Смотрите, на машине написано шарк, мы с Лизой решили, что это из-за школы, ну, здесь школа, в которой они учились, там символ акула, и оказывается, это у Лизы, поехали, и оказывается, эта улица называется Шарковой, поэтому это школа с акульим таким смыслом. Так, мы приехали домой, мы приехали в Таргет, так, мы приехали в Таргет, Таргет, так, нам в Пэтсмарт не надо, еды мы закупили с собакам, кошкам, все есть, папа еще вчера заезжал, купил здесь пакетики сральные для собаки, потому что у нас пакетики, у нас есть в комьюнити вот эти вот стойки, где пакетики и для какашек, то есть мусорки, но пакетиков почему-то нет, непонятно почему, но, ну, они есть, они просто закончились, в общем, мы купили свои, пусть будут. Проходим, проходим, Лиза, проходим. Да, 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 я тебе говорила, ты зря со мной пошла. Лиза платила себе жилье, учебу и все, проходят мимо косметики. Да, что делать, Лиза, что делать, жизнь такая, да, Майами из тебя все высосит. Пошли. Знаешь, Маша не понимает кайфа, а я прям могу вот часа меня оставь здесь, это для меня как, знаешь, как офигенно просто, только потолок красивый, да? Так, 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 ну что, давай, где-то я видела пол, но не помню где. С таким же блестящим, платьишко Катя бы заценила сейчас. Так, ладно, давай, все ищем, подожди, мы до детского еще не дошли, да, пойдем, ага. Так, смотрим, вот я вчера вот как раз, или когда я тут была, я прям мимо вот этих вот прям прохожу и думаю, ага, мимо, мимо. Так, ну что, ребят, надо выбирать, надо, вон голубая пол, я вон ту голубую хочу, и темные, и просто белые, белые, конечно, ой, какое качество классное, а сколько они стоят такие, давайте посмотрим, так, 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 по 6 долларов одна, о, супер, и цена хорошая. Так, ребят, вот, в общем, вот такие вот буду брать по 6 долларов, очень хорошее качество, мне прям очень понравилось, и пока еще есть размеры, но, вы знаете, нам вот М-ки, например, нужны, а М-ок почти нет, вот, кстати, вот такие вот синие, вот, видимо, недавно принесли, сегодня вот такие вот темные, синие, есть еще М-очки, белых практически нет, какая песня классная звучит, кто поет, Лиз? Так, ребята, для девочек, смотрите, оно отдельно. Да, можно, так, сейчас, она, скорее всего, внизу с шортиками, посмотри, вот смотри, я вот юбочки смотрю, они внизу с шортиками, вот эти вот все юбочки, нет? А, нет, тогда нет, а вот эти вот юбочки, они внизу все с шортами. Я вот такой вот взяла, ну-ка, переверни-ка, вот это вот мне, вот такая вот, я велосипедок только не вижу. Так, все, мы закупились, раз пакет, у Лизы два пакет на 133 доллара. Все, школа сделала, ну, не знаю, я еще немножко сомневаюсь по поводу, вот у Лаврика прям нормальный такой размер, там сомневаюсь чуть-чуть, потому что у Лаврика, у мальчика там прям свободненько входит, а вот девочки, они такие, знаете, прям приталенные довольно сильно, хватит одевать, я уже сама издевалась, вот, сомневаюсь насчет Кати, я взяла, конечно, на 8 лет, они, в принципе, я беру глазами, но не знаю, если что, я сейчас померяю и поеду, они еще, скорее всего, будут садиться после стирки, если что, я Катины приеду, прямо сегодня буду менять, пока есть размеры, но дальше идет размер, дело в том, что там очень сильно большая разница, идет на 8 лет, а потом идет сразу на 10-12, то есть там они сильно отличаются, прям, они сильно большие, то есть на 9 или просто на 10, нет, есть сразу 10-12, они прям реально большие, но Лиза говорит, мам, не приживай, если что, бери на Лаврика вот эти вот, которые неприталенные, они все равно унисекс, не, ну, на Кате видно сильно, она такая прям девочка-девочка, и на ней вот этот унисекс сильно видно, что он такой, не совсем девчачий, он, поехали, мы домой сейчас? Пришла тебе посылка? Нет еще. Ну, я же рожала, что-то... Поехали, тогда в следующий раз заберем ее. Близо должна посылка прийти на старый адрес, а мы возле него на полиции. А сколько до посылки? Нажми на нее, амазон? Нажми на нее. Так, ребята, у нас погода портится, а мы приехали в Валде... Ой, уже душ пошел. Мы приехали в Валде, я хочу взять шоколадки, давно не покупали шоколадки, и дети просили, ну, такие вот, которые молочные, с орешком, мы берем здесь. Они здесь недорого стоят, вообще я люблю. А, и бананы, или еще бананы надо купить, у нас нет бананов вообще. У меня утро без бананы сегодня было. И купим шоколадки, и все, бананы, шоколадки, больше ничего не будем покупать, и поедем домой. Мерить, срочно-срочно мерить одежду, особенно на Катеньку. Если что, ехать обратно. Ну, я уже одна съезжу, ладно, Лиза уже заколебалась, она у меня еще и за рулем все время. И вчера, и сегодня. Мама говорит, мы уже не ждем посылку, кстати, она говорит, мам, все, ладно, пофиг, я уже хочу просто домой, и из машины не вылезаю. Давай выходь, ты поешь со мной? Можешь здесь остаться? Пойдем, окей, пойдем. Новенький Ауди, показывали его, есть старенький возле Костка, где мы часто были, и у нас есть новенький. Это ближе всего к нам. Я даже думала, когда ездить на закупку, ездить в Алди. То есть сначала идет Алди, ну, пабликс, который возле нашего дома, потом Алди, вот этот вот, и потом только Волмарт и Костки, уже все в ту сторону. Поэтому, если у меня времени, допустим, немного, я могу приезжать в Алди. Ой, здесь же тележка 25 центов. Да нет, пойдем возьмем. Да нет, там неудобно, Лиз, у меня есть эти четверточки. Здесь нужно четверточок, его потом, он возвратный, конечно, но, чем не менее. Надо. Куда его сувать-то? Жарко, да? Согласна, жарко, реально. Душно, душно. Сейчас просто дождь пойдет, просто душно. Я вот это Алди прям люблю. Оно новенькое, оно чистенькое. Да, это такой недорогой сегмент такой, и пахнет Лиза пятерочкой пахнет. Так, пойдем, вон они банальчики. Ну да, здесь недорого. Слушай, знаешь, что можно к борщу, например, взять зелень? Или не надо? Здесь недорого все будет. Вот это возьмем, вот это. О, давай возьмем, да. Так, сколько он стоит? 85 центов. Давай парочку возьмем. Хороший? Ммм, что-то не может. Сейчас мы найдем, подожди. Хороший. Найдем хороший. Что-то не так. Ну, что-то вот, что-то не так. Что-то не так. Вот, хороший, держи свеженький, раз. Ой, Лизушка будет жить одна, все, будешь понимать. Стой, возьми еще один, держи. Все, супер. 85 центов. Что нам нужно? Силантру нужно? Крепочки. О, тебе вот такая нужна. Старжу будешь? Я же порш. Не надо? Смотри сама, Лиза, мне все равно. Я ее... Ну, давай возьмем, ладно. Я к ней, в принципе, равнодушна. Можно взять на гриле. На гриле что-нибудь пожарить. А я что-то не вижу. Силантру это. Или, может, ее вообще тут нету? Так, что-то реально ее нету, по-моему. Горох. Нету. Такие вот такие вот тоже по 85 центов. Это вот я обожаю. Просто я обожаю, знаете, салатик с помидорками черри и вот эти силантры. Офигенный вкус. Шоколадки не там? Так, зелени набрали. Ой, здесь чипсы отстойные, не берем. Это что у нас? Знаешь, здесь они отстойные. Я тебе очень не советую. Ну, смотри, может понравиться. Бананы, господи. Я без них жить не могу, ребята. Можно взять две штучки, две. Такие вот две возьму. Так. 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 И пойдемте... А, за шоколадками. Лиз, не бери здесь чипсы. Послушай свою престарелую мать. Здесь отстой. Вот, кстати, Принглс более-менее еще нормальный и все. Возьми вот эти обычные. Пока-то. Шипс. А что с ними? А, ну, возьми Виви. Я бы взяла вот обычные. Так, если... Ну, хотя нет, в принципе, есть тоже что и... А вот, смотри, Ониан и Саур Крим твой любимый. Вот. Твои любимые, че-то. И с луком, смотри, и с луком. Они иногда очень ужасные. А ты ужасная фирма с луком, а что ли? Ты оригинал просто берешь. Какие ты берешь? Это оригинал. Ну, смотри, не знаю. Мне кажется, ты же любишь. Я хочу экспериментировать, чтобы я выброшу. Ну, может, тебе зайдет, Лиз. А вот, смотри, твой любимый с гарбекю. А что ты ищешь с чем? А вот, с сабур, вот это что-то, вот с сыром. Возьмешь с сыром. О, как я люблю, да. И детям хочешь обычные? Нет, детям вообще не надо. Они уже, столько у меня чипсов съели, что ли? Делаем перерыв. А вот они, знаешь, что? А есть вот зеленые. Ты давай вот такие вот возьмем детям, ладно. Ладно, возьмем детям. Мамаши. Сколько они стоят здесь? Ква-доллара. Небольшие пакетики. Здесь больших не будет, как в Костка, например. Здесь не будет вот эти вот family size, ну, как правило. Ну, что? Как я и взяла? С сыром, с этим? Окей. Так, и шоколадки. О, блин, слышите, это дождь. Резко так полил. Блин. А вот и чем-то, чем-то, чем-то. Напоминает наш что-то, да? Да, запахнет. Запах... Хотя это новый, знаешь, такой чистенький вещь. Не знаю, ну, есть что-то действительно такой запах, что-то такого нашего, родного. В принципе, здесь можно всем тариться. Мне здесь единственное, не нравятся фрукты, овощи. Ну, бананы, ладно, пофиг, Лизного убери, проеду сейчас. Вот смотри, соусы здесь можно какие-нибудь взять интересные. Да, что здесь брала соусы? Я не здесь брала, нет. Но соусы можно взять. А не видишь, они небольших размеров здесь. Вот смотри, авокадо все твои. Шили, спасти. Где? Вот это? А, ну вот они просто небольшие. Костка берешь большой, и что-нибудь не зайдет. Вот здесь соусы, кстати, хорошие. Можно брать. Ты смотри, ты свои эти креветки делаешь, смотри. А вот смотри, это что-то. У нас пока что есть соус. Барбекю, соус не нужен? У нас пока что есть соус. Каролина. Да, мы экономим уже, погнали. А, ладно. Пока что есть соусы. Пашу же там соусов дофигища вообще, нам бы это съесть еще. Так, пойдем с шоколадки вон там, в той стороне. Много здесь консервных баночек, Лиза ненавидит просто консервы. Вообще любые, в любом. Да это я готовлю просто борщ. Вот ты же борщ ешь, понимаешь? А ты смотри, ты борщ ешь, а там половина у меня есть консерв. Вот это вот хорошее масло. Я только такое использую. Псидуэл, авокадо, ойл. Авокадо мне тоже нравится, но оно жирновато. Прям вот оно жирное. А вот это вот масло, оно без вкуса, без запаха. И оно не такое жирное, оно как водичка. Видите? Я последнее время вообще. Лиза, подожди, у нас вообще со специями беда. Не надо брать ничего. Ничего не надо. Я, наверное, могу в костку уже большие сразу взять. Да, наверное. Да, большой, совсем маленький. Давай, ладно, ну-ки. Слушайте, я тысячу лет не была в Алде. Мне хочется рассмотреть каждую баночку просто. Мне прям нравится здесь. Я вообще небольшой любитель Алде, но сегодня мне прям все нравится. Так, вот эти пока не буду брать, они что-то их объелись у меня. Вот это очень вкусно. Ну, бери. Слушай, а что-то как-то тоскливо. А где наши любимые шоколадки? А, это с карамель, это вкусно. На, вот это положи. А где маленькие шоколадки? Как нету? Только не бывает. Я из-за них здесь вообще. А почему? Блин, я из-за них приехала. Ну-ка, проедь-ка вперед. Я вон там еще положу, посмотрю. Там нигде нету. Блин, прикиньте. А почему? Возьми балк. Их всегда много-много. Там тоже нету. Блин, я из-за них приехала, представляете? Так, ну эти вот такие, хотя бы вот такие возьми. Мам, ну вот эти есть. Это вот эти есть. Какие? Дети любят. Ой, ну не такие вот эти. Дети любят. Вот эти возьми, они уже... Вот это я буду. Хорошо, ладно, бери вот эти. Блин, вот тех маленьких нету. Помните плиточки? Нет, это я люблю, обожаю их. Просто они с орешком, обожаю, ребят. И все, и смотрите, больше нету. А ей не в чем делать брауни, я выкинула форму ту. Ну если только, если только она форму, я выкинула кругленький для брауни. Ищем что-то похожее на то, что я выкинула с Машей. Да это единственный как бы выбор. Я предлагаю, ну она, смотрите, она удобная для пончиков. Такая прикольная штука, так налил. Она хочет именно брауни, которая лава-кейк. Когда внутри жиденькая. Мне кажется, будет классно, если вот такие пончики сделать. Из любого теста, мне кажется, будет супер. Мне кажется, надо это сделать. Она вся силиконовая. Да, я говорю, это похватит шоколаду? Точно вот это нет, Маш? Вот это тебе не подходит? Да мы знаем, что это пончики. Мы знаем, что это пончики. Просто может тоже подойдет. Надо ей внутри, чтобы расплавленные были. Ну просто пончики крутые, мне нравятся. Окей, нет, так нет. Криспи сверху будет, но может внутри. Окей, нет, так нет. Вот здесь она лежала, она одна. Такая голубая-голубая. И что-то все. И как-то все. Наборчик, смотрите, какой. Ланчбокс такой. Вообще, ланчбоксы разные. Видите, они небольшие все, прорезиненные. А, они делаются... О, смотрите, прикольно. Она делается побольше. И туда можно все подряд положить и закрыть. Можно маленькое положить, можно большое положить. Прикольное, что ланчбокс. Вон они, они лежат, они всякие разные есть. Смотрите, раз вытащил, и большой стал. Прикольно. Все, нету, короче. Все, нету. Не, ничего не надо. Все, поехали. Показали, Катя, Славриком? Катя показала. Катя не видела. Еще не видела. Шоколадки. Так, ребят, вот за все вот это вот с бананами, все шоколадки, зелень, чипсы. Мы отдали 41 доллар. Aldi рулит, конечно, в этом плане. Даже Лиза была удивлена. И... А, может, кстати, да. И мы едем домой. В плане наш старый дом, потому что... Осторожно. Потому что нам Маша сейчас вынесла просто мозг. Ей нужна... Ей нужна... Чтобы она нам приготовила дистанция. Контейлер, да. Где у нее все для ее кулинарных изысков стоит. Там какая-то стружка, ванильный экстракт, формочки. Слушай, мы сейчас были... Я вот сейчас потом, а мы сейчас были в Таргете. Там классные формочки для вот этих вот. Мы сейчас с тобой поедем опять в Таргет. Почему? Мы купим эти формочки возле дома. Но он просто возле дома. Что нам не в Волмарте берется? Так, мы приехали. Мы вернулись. Ты зачем полезла туда? Ну, Лиза, шоколадку дома поешь, блин. Довезли шоколадку. Так, мы приехали. Я все по привычке милку жгу. Что мило здесь будет выносить. Ты идешь? Зайдешь, короче, ладно? Печалька, печалька. Дома печалька. Ну, вот такой вот запах, знаете, такой. Господи, я первое, что ты что-то в моей голове, кого-то милое. Да? Вот, я сейчас тоже захожу, и у меня прям милая должна прям прыгать здесь вот прям вот на нас. А ты я разов, как идиотка. Я не знаю, здесь можно не разуваться, здесь Каролин менять будет. Я уже все, я уже не разуваюсь, мы здесь уже не живем. А, точно, я забыла. Вот, есть вода, есть вода. И в гараже есть, и вот вода. Это я пила оставила. Вот это, видимо, точно. Вот они формочки. А, орешки. Какая стружка? Звони, пожалуйста, и спроси. Какая стружка? А, вот он, ванила. Вот ванила. Вот ванила, если я не покупаю. Подожди, это тоже ее синамон. А, что за стружка? Вот это, что ли? Мам, подожди, пожалуйста, я не знаю. Вот, точно, вот она бейкинг, наверное. Блин, Лиза, сейчас мы едем с тобой в Таргет и покупаем формочки. Давай, давай. А это что такое? Это белое, это шоколад. Ну, короче, все, вот это вот. Вот эту вот полочку, по которой она там рыдала. И сода, она сказала. Ей сода нужна точно. Вот, и сода тоже. И формочки вот эти. Так, мы сейчас ей еще, наверное, из Таргета позвоним. Может, вот такие формочки еще купить надо. Но мы сейчас не вот эти формочки купим, мы сейчас сразу купим формочку. Так, чтобы еще забрать-то такое. Чай. Это сахарная пудра. Чай забрать. Цай у нас есть? Чай вообще, думаю, нет? Нет чая? По-моему, нету. Ой, у меня кастрюлька чистенькая. Тоже надо ее забрать. Так, есть у меня коробка? Я сейчас все поскладываю. Еще что-нибудь увезу. У меня, по-моему, нет коробки. А, нет, все хорошо. У меня есть коробка. Я сейчас вот сюда вот что-нибудь поскладываю. Так, Левика. Брать, не брать? А, приеду уже потом. Сейчас пока заберу, наверное, остатки с кухни. Так, что-нибудь, Лиза, не заберем сейчас с тобой. Все, и в таргет, и домой, давай. Дихлофос, можно чай забрать. Так, можно сахарную пудру забрать. Покалы. Так, вот это заберем. Карстрюлю заберем. Так, вот так мы загрузились. Взяли даже немножко Левкиных машинок. Прям в контейнерах этих. И повезем. И немножечко там в коробочке. Все, выезжаем. Сейчас заедем снова в таргет. За вот этими штуками, которые я выбросила. Форма называется для кексиков. Все, поехали, поехали. Лиза забрала свою посылку. Вот такая вот штука. Корейская косметика. Умывалочка. Алоэ. Очищающий гель, да, правильно? Да. Очищающий гель. Вот такая вот штука. Для лица. Да. Лиза обожает корейскую косметику, оказывается. А я и не знала. Нам, кстати, должна была прийти. Знаю, смотрите нас посылка из Кореи. Но что-то пошло не так. На таможне развернули. Не знаю, может быть, еще что-то изменится. Подарочная косметика от наших подписчиков. Девчонкам они пользуются всем этим. И скорее, и прямо из Кореи, прямо оттуда. Но девчонки очень ждали. Но что-то пошло не так. И мне написали, что развернули на таможне. Не знаю, почему. Грустно, печально, но девчонки расстроились. Да, Лизун? Ой, пожалуйста, осторожно. Там машины Львина, я тебя умоляю. Прям очень медленно через эти полицейские. Все, у нас закончился дождь, у нас опять жаришка. Сейчас была опять тучи. Опять тучи, да. Ну, что делать? Август. Август, сентябрь, весь такой будет. Снова в Таргет, друзья. Снова в Таргет. Сейчас будем выбирать с вами. Смотрите, у меня прошлый был железный, алюминий какой-то. И к ним все пригорало. Очень неудобно. Маша купила... Тихо, тихо. Вот. Бумажные такие для кексиков. И она их вставляет туда. Я сейчас хочу посмотреть силиконовые вот такие вот подкексники. Именно с силикона. Потому что вот этой форме сто лет в обед. И она реально стрёмная. К ней все время пригорало что-то. Выковыривали, царапали. В общем, только выбросить. Можно такая в машине посидеть? Давай, я одна сбегаю. Давай, окей, посидим. Вот. И сейчас хочу найти силиконовые. Но посмотрим, что там будет. Специально еду именно в Таргет. Осторожно. А, это все нормально. Это было в ведро. Это все нормально. Специально еду в Таргет, потому что там хороший обычно выбор. Поехали. Так, друзья, я снова в Таргете. Вот. Вот такие вот у нас были. В крайнем случае я возьму вот такие же. Конечно же. Если не найду, какие надо. А вот сме... О, смотрите, что есть. Такие вот формочки, только многоразовые. Так. И все? А, нет, подождите. Что-то есть на руку. Ага, есть вот такие. Есть пончики. Вот они все железные. Есть такие вот ракушечки, печеньки. А нету силиконовых. Как нет? Я же так не хочу такие же брать. Вот целый набор есть, смотрите. Тоже для выпечки такие, такие и сики. И всякие разные. Но нет того, что нужно мне. Ну, есть вот такие вот формочки. Может быть, просто их взять тогда. Синие, голубые, серые. Не знаю, сколько они стоят. Наверное, вот восемь. Блин, ребят, печаль. А как так? Может, еще где-то в другом отделе? Может быть, здесь вдоль стеночки. Вот, например, есть что-то для выпечки. Смотрите, какая скалка прикольная. Может, я здесь, конечно, что-нибудь найду. Но, похоже, нет. Так. Так не вижу особо ничего для выпечки. Я думала, может, силиконовые формы где-нибудь отдельно лежат. Ничего подобного, как нет. Ну, короче, не судьба. Возьму вот такие вот. А куда их ставить, да? Тогда надо, да, наверное, надо взять вот эту вот форму и в нее ставить вот эти. Или не надо? Блин, надо, не надо. Что делать-то? Видимо, надо. Не знаю, не понимаю я. Брать, не брать. Ладно, возьмем, короче, вот такой. Все равно другой нет. И вот эти вот формочки. Все, больше ничего не беру. Все, пойдемте. Так, все я купила. За все я отдала 21 доллар. Налог доллар 34. Ну, здесь на все налог, понятно. Вот эти вот штучки стоят 8 долларов для кухни. Так, Лиза. Короче, стоят они почти одинаково. Что вот эта железяка, что эти силиконовые штучки. Все, поехали. Ну, я вот на не было, блин, других. Но зато я взяла, смотри, какие штучки. Прикольные? Это пластиковые? Нет, это силиконовые. Это многоразовые. Не бумажки, которые выкидываешь, поняла? Это прикольно. Ты, Маша, пришли ей. И вот эту тоже ей пришли. Ты на видео можешь заснять, и 5-секундное видео. Hi. Do you see me? No. Стоят. Засними видео. No. Ты, я знаю, господи, Лиза, я тебя вижу, к сожалению. Ну, покажи, быстрее. Значит, мы купили формочки, вот они, они. Такие же самые. Такие же самые? Лиза, так не говорят, это я шучу после с легким паром. Точно такие же, просто скажу. Такие же самые не говорят. Да, это папа вчера. Мы еще купили, мы еще купили вот такие вот силиконовые, посмотри, очень классные. Многоразовые. Тебе зато не придется бумажные тратить. Просто вот эти ополоснешь, и все. Вот эти удобнее, Маш. Они прикольные. Мы взяли твой ванильный экстракт и стружку. Да все, что там было, все, все взяли, все. Взяли из дома. Да. Дуплер. Ну, короче, вот это, Маша, нужно сегодня обязательно сделать. Все, давай, поехали. Да, все, сделает, сделает. Все, давай, поехали. Окей. Все, мы едем. Да. Ну, шипись. Поехали. Все, ребят, мы приехали, я уже, у меня уже вычистили всю машину, дети все занесли. Я до сих пор еще в машине, сейчас уже выхожу. Я всю дорогу. О, ты куда Прошку? Прошка понесла. Ти мои слядки, покажи Прошку. Ты мой сляденький, ты мой мальчик мой красивый. Я сидела в машине, за мной уже дети ходят, уже с котами забирать. Я отвечала, вот всю дорогу отвечала. И сейчас вот сидела, уже все вынесли, уже Лиза пришла с котом за мной. О, пошли. Иду, иду. Я отвечала в инстаграме вам, друзья. Столько много прекрасных, приятных сообщений. Вообще я просто в шоке, ребята. Так приятно. Комментарии закрыты, вы пишите в инстаграм. Я читаю, вот я даже пока с Лизой ехала, зачитывала ей, она говорит, мам, как вообще это возможно? Ой, господи, осторожно, пожалуйста, его, он боится. Машина запищала, ребят, так приятно. Я, конечно, просто вот вообще, мне так неудобно становится. Думаю, господи, вот за что? Мне кажется, я вообще, блин, обычная семья, обычная мама, обычные дети, невоспитанные, животные, свинство, грязь. Обычная готовка. Все обыкновенно, абсолютно. И я, мне так это приятно. Я вообще никогда не думала, что вообще меня кто-то будет смотреть. В общем, читала, отвечала всем. Ой, батарея садится. Отвечала всем, читала. И просто, ребята, я вот просто вот прослезилась аж там несколько раз. У нас уже поливалки включили, у нас уже вечер. Пошла к детям. Сейчас мы закроем. Мне еще вечером надо будет за папой съездить. Забрать его. Почему ты в майке? Привет. Жарко, что ли, было? Ой, с этим лошадь. Жарко, что ли? Вообще дома не жарко, не рано. Жарко? Дикое жизнь, что не понравилось. Не понравилось на улице? Порывался, не хотелось. Боялся, страшно. Ну, правильно, что? Он первые дни пытался постоянно выскочить, а сейчас уже все, одомашнился. Да, это дикая дичь, пыталась постоянно на свободу вырваться. Все, одомашнили. Где остальные? Так, друзья, стол. А, понятно. Стол, друзья, у нас теперь есть стол. Маша уже присылала нам фото, я уже видела заранее в машине. Вот такой вот у нас стол. Но кто смотрел, как мы его покупали, он точно такой же, как мы видели с вами его в магазине. Здесь, получается, три стула входят, здесь три, и там по одному. Три, шесть, семь, восемь. Восемь получается мест. Супер. И вот сюда вот, ну, стульев по конец, места есть, но стульев нет. И сюда вот какую-нибудь вазочку поставлю с красивыми какими-нибудь, какими-нибудь пионами. Да, уже вечер. Так, и ты в майке. И чего вы все в майках? Да, это Маша будет готовить сегодня сейчас. А, Катя, 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 сейчас срочно, срочно мы с тобой быстренько меряем. Это Лаврик, по-моему. Какую-нибудь, да не тебе, господи, не тебе. Вот, какую-нибудь вот такую футболочку. Это к школе. Катенька, иди сюда, Зай. Прошу, прошу. Ой, все, Лаврика зацеловали, затискали. Прошенька. Так, котик, давай. Ну, пожалуйста. Подожди, подожди, поешь. Класс, мне нравится. Все, ничего менять не надо, супер. Тебе нравится? Да. Нравится? И юбочки еще там, еще две юбочки. Сбегай, посмотри. Все, супер, все вошло. Маш, ты знаешь, как Лаврик сначала сговаривает? Кажется, когда ему предъявляешь, он такой, типа, you died. Он говорит, что... Лаврик, скажи еще раз. You died. Ты боже, ты мой. Подумай. You died. А где нахватался? В ютубе? На ютубе. That's what I thought. That's what I thought. Это с ютуба, точно. Это с ютуба. Так, ладно, вся одежда подошла. Все, я рада, я счастлива. Маш, ты посмотрела? Тебе все понравилось? Эти штучки те? Ну, мы твою реакцию просто видели, знаешь, все нормально. Но только не было, к сожалению, не было. Так, арбуз, наконец-то нас дождался арбуз. Что? Классно было? Супер, снимай. Ну-ка, давай еще раз. Да, смотрите, Лиза сейчас дергает у Лаврика уши. И Маша вспоминает, как у них тренер на теннисе делала то же самое. Больно было, страшно, да, Маш? Они занимались теннисом, если у кого-то был день рождения, все, она задергает всем уши. И, по-моему, проигрыши еще, когда проигрывали, тоже она дергает. А, на проигрыше отжимания, отжимания, да. Если проиграл, все, пошел отжимался. Да. Да, она их наказание придумала. Она тренер, у нас Наталья Владимировна, обалденный тренер по теннису. Я сама у нее занималась. Лева принес все машинки, сказал сюда поставил. Да, реально сюда поставил. Ой, еще даже выставил. Ой, кстати, классно будет. Вот я вот остальные сложу. И вот так, наверное, можно поставить. Вот так вот, по четыре. Прикольно. Сюда принес сразу. Молодец. Господи, что вы делаете, а? Держись, держись, держись за нашу руку. Не, не, не. Давай, бабушка, стой. Раз, два, три. Ужас какой. Не больно? Да. Разобрала вещи детей. Вот так у меня получилось, пока лавриковские тоже здесь висят. У него две голубые, две красные пола, две хаки, вот такие вот одинаковые, и две темно-синие, вот такие вот приятные очень, мне очень нравятся по качеству. Вообще, обожаю вещи из Таргета. Так, и вот это вот Катины. Это все Катины. Еще хотела беленькие взять, но не взяла. Что-то белые, думаю, блин, не знаю, хотела по одной взять, но что-то передумала под конец. Вот такие вот две юбочки одинаковые, и шортики. Еще одна юбочка, и вот такие вот шортики. Ну, шортики будут под большим-большим вопросом, потому что они без резинки, и, в общем, как-то неудобно это все носить. А лаврику взяла шорты, по-моему, я их не показывала. Вот такие. Были вот такие вот неудобные, вот такие вот пацанские, это для девочки с розовым. А были вот такие, я взяла, конечно же, вот такие на резинке. Обычные вот такие вот шортики с карманчиками. Очень удобные, не стала тебе брать. И девочек таких не было. Нескоро еще. Слышите, у меня дети что-то там пилят. Я догадываюсь, что здесь коробка стояла, в которой мы все привезли. Они ее распиливают на зарядке. Нарезала, как всегда, зелень в контейнеры и в холодильник. И сейчас все это уберу. И у нас уже, в общем-то, вечер. Сколько у нас? 5,25. Почти. Ой, подожди. Да, 5,25. Ну что? Надо мне заменить уже вот эти вот все контейнеры. Они уже, знаете, такого цвета, очень бледного, какие-то полурозовые, полужелтые. Такие цвета. И уже начинают барахлить периодически с какой-нибудь стороны. Плохо закрывается или еще что-нибудь. Но в целом контейнеры, ребята, конечно, бомбезные. Ничего вот им, вот какой у нас износ идет в нашей семье. Просто сумасшедший. Тем более я контейнерами. Я такая, знаете, контейнерная хозяюшка. У меня все должно быть в контейнерах. Вот не в каких-то пакетиках, даже зелень. У меня все должно быть в контейнерах. Закрытых, удобных друг на друга. Обязательно в готовом виде виноград помытый. Лук нарезанный, намытый. В общем, все у меня должно быть вот так. И вот с моей эксплуатацией, ребята, они просто вот вообще. Их менять я просто из-за цвета уже хочу. Они уже какие-то не такие уже прозрачные, бледные какие-то. А так в целом вообще ничего им. Ничего нигде не потечет. Я все в них просто храню. Мне очень нравится. Но уже пора, наверное, их поменять. Позакупаться уже новыми, следующими, такими же. Перекус перед ужином, после купания у Кати, маргаритки-пицетки у Лаврика, круассан с колбаской и творчество. Господи, что ты вырезала из коробки, а? Что ты вырезала? Зачем? Пилил-пилил, что-то допилил. Что такое? Спокойно. Что-то пилил-пилил, стругают. Ой, господи. А, да. Уничтожили коробку. Ну, что делать? Надо. Для творческого порыва, конечно, ничего не жалко. Вообще, эти коробки, конечно, очень нас спасли во время переезда. Мы постоянно ими пользуемся. Постоянно. Вот я одно привезла, все свалила, пошла в машину, либо в гараж. Следующая порция чего-нибудь загружается, везется. И это, конечно, очень удобно. Они просто, знаете, не как будто картонные, а как будто они такие прям железобетонные. Они выдерживают все, просто вот эти костовские коробки. Вообще огонь, ребята. Это во время переезда просто было незаменимо. Давайте, кушайте. Господи, когда я тебя постригу? Все, собираюсь, собираюсь. Я все никак не могу. Вот то вот соберусь и некогда. Вот сейчас вот я села за монтаж. Вот некогда, некогда. Все время некогда. Ладно, надеюсь, постригу в ближайшие дни, потому что вариантов нет. У него уже все в глазах просто. Ну, это же еще, понимаете, это же не просто вот так вот взял ножницы и постриг. Это же целая подготовительная спецоперация. Друзья, у нас уже 8 часов вечера. Я в дорогу. Мне нужно забрать Вову. Буду уже поздно вечером. И еще раз хотела вас поблагодарить. Сегодня вот отвечала и в Инстаграме говорила. Я, простите, я уже говорила, что я захожу туда очень редко. Мне бы с Ютубом все успевать. А в Инстаграм я бы захожу редко. Тоже спрашивайте, почему ничего не выкладываю туда. У меня вообще нет никакого времени на Инстаграм. Мне бы вот успевать вот только вот с Ютубом хотя бы. Каждый день видео, каждый день монтаж. Я даже вот зайти туда просто ленту пролиснуть не успеваю. Поэтому бываю там редко. И отвечаю, соответственно, тоже редко. У нас такой закат красивый, обалденный просто. Но когда я захожу, я стараюсь всем ответить. И столько приятностей читаю. Ребята, конечно, вообще спасибо вам огромное. Просто огромнейшее спасибо. Мне очень приятно. Реально очень приятно читать. Тем более работа блогера, знаете, она только кажется такой ни о чем. Мол, ничего не делает человек. Но поверьте, вот я даже когда у меня нет особого там времени, желания что-то взять, снимать, монтировать, выкладывать. Вот прям думаю, ну можно пропустить день, два как-то. Но я понимаю, что вот я когда читаю ваши вот комментарии вот в Инстаграме вот сегодня, я понимаю, что вы ждете каждое видео. И я понимаю, ну как вот я сейчас пропущу? Люди же ждут, хотят увидеть каждый день. То есть когда особенно видео выходит не хаотично как-то, а как-то вот знаете по расписанию четко вот каждый день в одно и то же время. То есть когда четко вы знаете, когда выйдет видео, что вот сейчас вот точно мы с вами встретимся. И конечно, когда какого-то вот желания нет, настроения нет, ни на съемку, ни на монтаж тем более, ни на что. Я все равно вот беру, делаю и здороваю с вами, и общаемся с вами, и рассказываю вам что-то, и показываю, и понимаю, что я просто не имею права делать какой-то перерыв. И поэтому видео выходят с опозданием, потому что я могу смонтировать, допустим, два видео, я смонтирую два видео, выложу на два дня вперед. Вот иногда вообще не могу монтировать. И понимаю, что у меня уже выложено видео, уже у меня есть оно, и отснят материал, и отмонтирован, и залит в YouTube, и прописано все, и картинка нарисована. И я понимаю, что все, я сегодня вот могу хотя бы не ночью закончить свой день, а вечером уже все-таки лечь спать, и не ночью заниматься монтажом. Поэтому, друзья, всем еще раз огромное спасибо. Я уже завершаю это видео, поехала за Вову, и вернусь поздно. Напоследок покажу вам красивый-прекрасивый закат. Всем пока-пока, и как всегда, до завтра. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok